здравствуйте меня зовут наталья и в этом видео я хотел бы показать и рассказать всю правду о том где на самом деле работают русскоязычные мигранты в сша включая меня на работу я езжу на автобусе как вы видите автобусы в соединенных штатах очень похожи на российские я когда еду там то чувствую себя на как на родине даже пейзаж за окном с родиной перекликается посмотрите а вообще вы знаете на машину кредит я взять пока не могу хоть и сами машина здесь недорогие но процентная ставка очень высокая 2-6 процентов но это если нормальная кредитная история конечно до работы добираться у меня уходит час-полтора ближе к дому работу просто-напросто не найти там офисных зданий нет а все туалеты на улице биотуалеты ну вот это уже моя остановка подъезжаем и к моей работе а от остановки до здания в котором я работаю рукой подать всего несколько минут ходьбы вот мы дошли до моей работы открывая до ключом дверь вообще прихожу я раньше всех а ухожу позже всех вот сейчас мы идем к моему офису вот он он я его открываю и вот мой офис мне выделили его работаемая начинается 8 часов и должность моя называется ассистент по уборке офисов здравствуйте владимир владимирович каждое утро у меня начинается с того что я приветствую владимира владимировича путина нашего президента а это все мои инструменты и атрибуты которыми я выполняю свою работу ежедневно вот посмотрите правда здорово вообще я первые четыре часа убираю пол мою и подметаю офисные здания как я уже сказала первые четыре часа я занимаюсь уборка помещения я подметаю потом мою пол мою кухню первую часть своей работы я заканчиваю 12 часов и иду на обед обычно я ем картошку которую я готовлю прямо здесь на работе вот в этой микроволновке ставлю на 5 минут время же деньги и картошка готова ем я приготовленную картошку чтобы не терять лишние граммы картофеля прямо в шкурке ребят представляете этим можно сэкономить целый клубень картошки в месяц на сегодня это вся моя еда а вообще это конечно же зависит успели я закрытию данкин дом от или нет так как за пять минут закрытия они бесплатно отдают те пончики которые они приготовили на выброс поэтому если я успею или если не будет конкурентов других русскоязычных эмигрантов значит мне будет завтрак на следующий день ну вот обед закончен и я перехожу ко второй самой ответственной части моей работы мытью туалетом только в сша я научилась профессионально мыть туалеты кто бы подозревал что в этой работе столько тонкостей и нужно знать так много мелочей и нюансов перед тем как мне доверили чистить туалеты я проходила трехнедельный тренинг где нас обучали и где мы по окончанию сдавали экзамены вообще на эту работу нанимают исключительно иммигрантов но многие которые учились со мной так и не смогли сдать тест из-за сложности предмета многие блогеры будут хотят казаться лучше чем они есть на самом деле и следят за своих настоящих работ в Соединенных Штатах и в своих видео представляются инспекторами по домам, хоу инспекторами, айтишниками, логистами в аэропорту а правда то в том что и Ирина Моя Америка и Женя Май Овен Стейт Калифорния моют туалеты так же как и я правда их еще не повысили до звания ассистент по хозяйству но это потому что они приехали недавно два-три года назад у них еще вся жизнь впереди чтобы сделать такую карьеру как я а вот Юра доцент не Джерси Тиви молодец он так сказать из всех из нас блогеров в люди выбился ну в плане карьеры устроился работать ассенизатором но он конечно же это скрывает никому не скажет но у меня есть доказательства у меня есть видосик со скрытой камерой где показано как он работает вот посмотрите тренинг я окончила с отличием и почетной грамотой вот посмотрите как стерильно я эксперт ночевать очень часто я остаюсь прямо здесь на работе особенно по выходным этим самым я сильно экономлю на хостеле так как я стараюсь накопить на билет обратно в Российскую Федерацию правда я это уже делаю в течение 12 лет но вы знаете я бы давно вернулась на родину правда я клянусь да вот 500 долларов никак не могу набрать чтобы купить билет в один конец вот работа моя подходит к концу уже 8 часов вечера я здесь одна я убираю все обратно до свидания Владимир Владимирович до завтра ой пора заканчивать видео мне еще нужно супермаркет за просрочку успеть там они вообще по бросовым ценам все продают ну ладно все пока ой о о о о о о Соня, я хочу сказать что-то, поэтому я хочу, чтобы ты будешь quiet. Соня, я хочу сказать что-то.